привет ребята здравствуйте с вами братуха это игра в робот мы находимся на тест сервере новый игровой режима hunting grants и так далее новый корабль а новый дрон новые титановые орудия и тыры-пыры давайте сейчас определенно начнем по порядку новый корабль новый корабль это у нас значит вот сюда заходим вот сюда значит нажимаем на мантиса здесь у нас сменить здесь у нас магазина вот здесь у нас дредна вот мантис монарх орион который доставляет проблемы то ли он богованный то ли он специально заимбан имбовый чтобы его больше донатеры покупали непонятно но тоже доставляет проблем про вообще жесть и новый корабль посмотрите новый корабль красивейший корабль вот он как выглядит красота по полнейшая еще хочется орион посмотреть я уже когда-то смотрел тоже красиво выглядит и звездных войн вообще прям сага обалдеть три турели у этого понимаете если говорить если сравнивать например с роботом мантис вот который лечит до или роба корабль 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 дреднаут так мантис мантис который лечит или монарх который ударом своим ударяет да там две турели здесь уже как говорится по три турели потому что они т4 формата видите солнышком светится желтым слева так вот у нас новый кораблик вот он тран тан 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 такой вот интересный кораблик красиво выглядит прям вообще возбуждающе к сожалению его нет в бою поиграть на нем у меня возможности нет на тест сервере ребята это не то это совсем не то одно дело когда ты играешь на боевом сервере а другое дело когда все роботы равны все роботы однотипные и ты играешь на тест сервере в общем здесь и 3 уже турели 2 атаки 1 защита у этого корабля north light уже защита поддержка атака турели стоят то есть он ищет и атаку дает и лечит в общем вот такой универсальный кораблик и плюс еще визуально да видно что у него короче он куда-то летит а вот у этих ребят тоже видно что он куда-то летят но вот блин прямо у того прямо реально вот то ли воздух разрезает то ли пространство и времени что по характеристикам по характеристикам ну конечно же базовая комплектация третий уровень 45 процентов восстанавливаемая прочность 48 процентов модификатор скорости накопления 59 в сопротивлении аврора бордора имеется имеет способность после небольшой задержки корабль стреляет орбитальным лучом производя починку робота и союзников в небольшом радиусе дополнительные очки прочности по превышающий лимит починки конвертируется в щит эгис все роботы находящиеся в радиусе эффекта также получают очки защиты то есть то что у вас не залечилась то есть вернее залечилась и слегка еще там что-то осталось она прощается в егис если вы будете лечить уже излечимая то скорее всего все будет преобразована в щит эгис конвертируется щит эгис если у вас очень мало хп и вы вылечили свое хп но хп еще можно лечить эгис не появится это я так думаю твой корабль персональный цветок жизни на орбитальном посту с этими защитными кораблем ты пройдешь через самое жесточенное сражение едва ли не получив царапину в общем вот так ребята вот такой интересный огурец фала имитатор да и такой интересный мостик тут для того чтобы на двигатели работали интересно двигатель теряешь на корабль целый красиво вот что не говори ребята рисовать умеют молодцы ну а давайте мы его наверное купим купим да поставим да вот мы его поставили теперь он у нас на орбите следующая следующая заявлена у нас новый дрон armandilo 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 что за armandilo сейчас интересно посмотреть armandilo как он называется правильно поставить в ангар что поставить в ангар поставить в ангар список ангара пуст в магазин так сида клик какой-то у нас тут есть так defender fly так смотрите вот я не знаю но это старые какие-то дроны да я их название даже не помню глайдер ваис пны было там е и вот armandilo вот так выглядит armandilo что за armandilo интересно да друг вам нужно больше защиты тогда вы пришли по адресу наш броненосец легко поможет вам пережить очередной пулеметную очередь или взрыв от прилетевший в башню ракеты ему неважно какой стиль игры вы выбрали захват маяков и устранение противников он любит одинаково за каждый захват маяка и уничтожение противника робот получает 15 очков защиты до конца матча за каждый захваченный маяк и уничтоженного противника представляете что будет с этим дроном те самые танки херпи фенриры они будут захватывать маяки получать очки защиты убивать роботов получать еще очки защиты и тогда у них будет вообще не убиваемые роботы разработчики куда идут в какой темный лес ребята я не знаю там просто скоро уже не пробить будет друг друга не пробить ну конечно может быть разработчики в скором времени выкатит орудие которое будет пробивать все что непробиваемое тогда придется полностью переобувать мое вооружение все-таки сменять мой мои тараны тоже у этого дрона имеется моему его имеется 2 жопы он летит нет это два бака до жопа у него одна это голова голова хоть более-менее похоже на какого-то крысеныш это вообще как что-то интересно такой жук такой красавчик интересно какой-то с ушами как у обезьяны о как у мыши но я не знаю микросхема а типа ненужная микросхема c типа d типа f типа короче сборная солянка гибрид гибрид ребята но мы давайте его блин поставим почему бы и нет пусть стоит гибрид гибридует но на него дрон микросхема никакие вешать не будем никак я не не вижу смысла экипировывать и роботов по полную начинку чтобы идти чё там кого-то нагибать на тест сервере а следующее что у нас написано в игре новые титановые орудия gargantua и pantagruel pantagruel и gargantua ребят на это по-французски у меня французский вообще обалдежно нравится pantagruel это у нас бета-орудия вот так они выглядят у нас бета-орудия мы в бою обязательно проверим бета такие пушки интересные вот и разумеется еще и pantagruel а это gargantua а блять кстати ну здорово мне нравится вообще название а вот не не то что то там венченце какой-то так далее gargantua ребята это тяжелый вид вооружения альфа ну что же вообще имеет умеет это орудие количество урона 1200 нам ни о чем не говорит дальность 500 метров время перезарядки 18 секунд сверхтяжелое магнитное оружие способны нанести урон нескольким врагам перед собой она способна отрывать микроботов и куски вражеских роботов которые превращаются в ремонт оружие ремонтирует 20 процентов урона нанесенная им то есть оружие ремонтирует двадцать процентов урона нанесенная им да есть я себе восстанавливаю двадцать процентов хп скорее всего или еще то мне не знали ремонтируйся х.п нанесенная 20 процентов урана в общем не понимая что здесь написано пожалуйста напишите в комментариях у меня голова не работает что тут написано в общем я так и понимаю что это посмотрим как она как она стреляет как она стреляет но панта гуэль это ребята все то же самое только урончик чуть поменьше так вот так это у нас будет кит крутого робота мы не стали ставить следующее это у нас получается новый модуль для титанов grand balance unit новый модуль для титанов grand balance unit посмотрим сейчас как выглядит этот модуль и вообще куда он ставится heavy armor kit термонуклеар реактор баланс от юнит антиконтроль last and что за модули блин непонятные подождите я у титана что-то я не у титана а вот теперь у титана смотрим защитный антиконтроль так защитным self unix защитным его нет ну конечно можно было блин почитать что за модуль такой универсальный почитал ребята универсальный модуль вот сюда универсально нажимаешь магазин заходишь quantum sensor это до 500 метров когда прокачиваешь можешь видеть противников в инвизи титан антиконтроль так титан антелератор каннибал реактор grand balance реактор вот он что нам дает он нам что-то тут значок дает и это что-то такое увеличивает прочность исходящий урон титана действует на твоего робота был им был им чё там а в общем информации в цифрах нет но так понятно следующее что у нас следующее происходит это там новый корабль игровой режим новое орудие грайм хазард и декай пушки разработаны на основе радиационного излучения стреляют короткими очередями по три выстрела каждый последующий выстрел наносит увеличенное количество урона вплоть до 200 процентов наносит увеличенное количество урона по три выстрела вроде бы так стреляют вас ну ладно в общем а здесь у нас как и стоял бегемот вот такой вот плазменное какое-то оружие по три выстрела это декай тяжелое оружие полторы тысячи урона 600 метров пять секунд перезарядка у него стрельба прямой наводкой стрельба энергетическими снарядами долго расстреливают боезапас оружие полностью расстреливают безопас и перезаряжается ну разумеется вот у декая 600 метров по 3000 5 секунд также еще ребята и у среднего вооружения hazard тоже 600 метров 1205 секунд то есть 1800 и 1200 до 1500 1200 и вот у легкого вооружения это грайма и у них уже 900 урон 600 метров и 5 секунд то есть 600 метровые пушки новые пушки ребят что что делать надо идти в бой надо идти в бой и проверять поехали чё там шаляй-валяй ребята кстати интересно смотрите здесь стоит орочи и у орочи стоит панчеры вам ничего не напоминает и при том я не менял я не ставил сюда панчеры ребята я сюда орочи с панчерами не ставил у меня на основном аккаунте стоит здесь орочи с панчерами спасибо конечно человеку который пошутил или я не знаю что но обозначил здесь хочет вот как у братухи но это скорее всего совпадения скорее всего совпадения давайте пойдем в бой пойдем в бой охотничьи угодья сразу же это временный режим в котором ты можешь использовать специально подобранный ангар убивай пауков серого и и чтобы увеличить награду и выполнять квесты попробуй выжить как можно дольше начать бой охотничьи угодья только в общем поехали ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ребята вот первое а посмотрите тут какая интересная штука здесь левые у нас получаются а коли левые роботы обалдеть левые роботы так настройка интерфейса а фарк по вот а мне нравится опять кайфую бля понимаете вот за это за это поцелую до разработчика который это придумал воплотил в жизнь это поцелуйчик блин окно заделали смотрите а короче тут меня смотрите прижимают не жутко жутко выжигает потом они помене стреляют и дрожопа посмотрите как они там а реагируют да и у меня уже сломались ноги мне по сути не убежать обалдеть и при том я могу стрелять бесконечно нет у меня тоже все наконец-то меня убили это конечно ребят ни на что не похоже это просто обалдеть это просто обалдеть серьезно говорю обалдеть это круто я буду но здесь скорее всего такая фигня получится ребятухи а тут такая получится история такая история что здесь скорее всего вряд ли можно будет играть постоянно в этот режим потому что ну а тогда в боевом сервере никто играть не будет так надо их все поближе подпускать а там у меня перезарядка точно помимо этой мелочи у нас еще появился вот такой ходячий хер обалдеть который бьет нас это круто ребят а вот они вот уже начинают меня кошмарить потому что они появляются со всех сторон ломались ноги обалдеть просто обалдеть я кайфую серьезно что там блин 69 убил чё статистика есть то что 30 штук убить до сотки и будет походу вторая волна что ли обалдеть это круто обалдеть все ноги повредили не ребят это здорово я кайфую блин я кайфую конечно же если бы тут после этого еще были бы призы интересные до я до сотки так и не дойду походу обалдеть они встали и ждут мою рогатку здесь тоже зашили смотрите зашили мои зацепы японский городовой а как томно томно перезарелись время кончилось были занял я третье место обалдеть я кайфую серьезно жесть просто далее смотрите короче награды дали 250 голды вот 90 убил 250 голды дали за подарок третье место занял но это конечно люто здорово здорово как дальше будет этот режим соло или будем компании взводом вышибать дело в том что я давно еще лет наверно четыре года назад или пять лет назад я предлагал разработчикам но в обычном видеоролике говорил что нужно делать дайджесты дайджесты это я даже не знаю как это называется вот игре вайс онлайн я играл там были дайджест или в общем заданием не задание а комната куда ты заходишь и тебя выкидывает в волну вот этих вот нападений и тебе как группой лиц надо выполнять эти то есть уничтожать противника сохранять башни или что-то там роде и получалось что чем бой ну последнего если ты там доходишь до босса до десятого уровня вырубаешь босса тебе могли дать редчайшую пушку аннигилятор которую там пулемет ставишь на себя в тюрьме все там 10 тысяч рублей я вложил пушку аннигилятор чтобы ее прокачать в свое время это большие были деньги я ребята темы аннигилятором расстреливал блять все живое и неживое в игре ну там боты конечно же в игре присутствовали в общем это постепенно и в компанию нужно будет набирать самых крутых могучих игроков но видите со своими аккаунтами где игроки будут играть на жирных аккаунтах это донатеры они будут проходить конечно же до финиша игроки бедные будут проходить не до финиша вот как я например да на слабых роботах прошел до третьего уровня а вот здесь скорее всего возможно разработчики сделали так что ангар будет равный для всех и это ребята очень хорошо всех и равные условия по по добыче оттуда ресурсов и игры как это будет дальше в дальнейшем выиграть я не знаю но вот возможно ты будешь один возможно будешь взводом составе три человека заходить в эту фигню и играть получать бонусные призы потом делить это все на пополам как это все будет я не знаю но вот новый режим уже заявлен что в дальнейшем разработчики делают и будут делать мы пока не знаем и это очень хорошо потому что я уже говорил по этому поводу буквально там месяца два назад или три назад я возмущался что вы делаете вы делаете Ну как разработчики делали Они говорили на этой неделе Что будет в будущем На той неделе что будет в будущем Видео выпускали Потом когда обновление выпустили Потом еще обновление После видео выпустили После обновления И все это знакомство И знаете сначала продюсер рассказал Потом шестерки рассказывают До этого шестерки рассказывали рабочие То есть нифига не интересно получается Когда ты уже все заранее знаешь А вот здесь видите новый режим И что будет дальше Хрен его знает, ничего нигде не анонсировано Вот зашел, увидел, посмотрел Ну а в принципе сейчас мы пойдем смотреть В бой, как стреляют Как вообще работают эти пухи Новые Как летает этот дрон старый Новый И вообще посмотрим, что к чему там Ну тест сервер, там все восьмое уровня И непонятно, что к чему Хочу взять Ну давайте, разумеется, возьмем Сначала Ревенанта, у него легкое вооружение И Ромодило Ромодило возьмем, вот он у нас летает Ну как обычный дрон С хвостиком, с носиками С ушками, да В общем, как у нас стреляет Легкое вооружение, легкое вооружение Стреляет вот так Понятно Как стреляет тяжелое Тяжелое стреляет так же Интересная перезарядка у этого вооружения Шары Обалдеть, вы смотрите Расстреливаешь боекомплект И шар сразу отстегивается Переворачивается Заряжается И вставляется внутрь Такое ощущение, что это как будто Какая-то система Град Бах Выскочила Понапихал ракет Запихнул обратно И пошла система работать Так же и у тяжелого вооружения Тоже идет перезарядка Шар Зарядка Потом шар вставляется обратно Патроны Гильзы туда-сюда И короче понеслась Но вообще это по сути Энергетическое оружие Почему оно так заряжается Я не знаю Но на то Воле Воле пиксоников В общем На расстоянии 600 метров Он стреляет Сомневаюсь, что У него есть какой-то Какой-то разброс Ну сейчас мы с вами его знаем Вот К сожалению у нас Да, разброса никакого нет А у меня перезарядка Надо сделать Кнопку А, кнопку Сделать надо Так Приглашать Никто не может приглашать Так, скрыто Ручной выбор цели Выбрали Работает Работает Все Ручной цели Выбор цели Работает Ну это два легких И Среднее Тяжелое орудие Разброса Никакого Урон Сказано, что Увеличивается С каждым попаданием А у меня перезарядка Патронов Кстати не заметил Сколько Но стреляет точно Опять перезарядка Вот сейчас я стреляю И он ушел в инвиз Смотрите Быстро Разрядка идет Моментально быстро Раз Два Три Все Девять патронов Девять выстрелов Делает это оружие Понятно Сейчас здесь посмотрим Я думаю Это будет очередная Имба Дальнобойная 600 метровая Но опять же Братухи За ней не угнаться На боевом сервере Ее увидишь Филис год Возможно Потому что Ну так всегда И Их пока выиграешь А потом Пока прокачаешь В общем Очень тяжело Да Год наверное Проходит Прежде чем Я на них Играю Но не все оружие Я играю на боевом сервере Не все оружие Готов качать Вот например Смуту Да Вот кривометы Я не считаю Как оружие мужчин Я считаю Что это оружие баб И Только баба Могла придумать Это оружие Вот по сути Быстро Разряжается Это орудие То есть Как я не уважал Шоктрейны Так я сейчас Не уважаю И кривометы Но это орудие Почему Почему нет Почему нет Я Не честное оружие Не уважаю Честное оружие Я вполне уважаю Так Это у нас Получается Быстро Быстро Молниеносно Разряжается Телепортажка Сразу уже К противнику Вот эти вот Лазеры Надо нерфить Они в бою Я считаю Что дальнобойное Оружие Которое не имеет Как сказать Разброса У титанов К тому же Оно Не должно Так Быстро Так Ибовать Вот если взять Например Мои пулеметы На минусе Они же На большом расстоянии Огромный Имеют разброс Понимаете Тут же же Дураку же Понятно Вот Все Хоп Разрядились Патроны То есть Это не Ближнего боя Пушки Как Как понять Вот посмотрите Это тест сервер Как понять Что Где Как Нет Ну это же Бардак Тут Бардак Абсолютный Я считаю Что должен быть Полигон В полигоне В условиях Полигона Ты должен Все это Тестить А то что Здесь в бою Это бардак Что я сейчас Понял Ничего Практически Абсолютно Да Как Увидел Визуально Как стреляют Пушки И заставку ТС Так Ну Вот еще Интересно Сколько я урона Набил Урона 368 Ну не сказал бы Что я очень сильно Прям попадал По противнику Давайте обозначим Что мы есть На тест сервере Сделаем Никнейм Я уже забыл Где никнейм Блин Зачем Это копировать А Понятно Сменить имя Так Сделаем Никнейм Наш Так И пойдем И пойдем Бой Уже Посмотрим Ну В общем Понятно Да Как оно Работает Лазеры По 3 Пули 3 Выстрела 9 Пуль Потом 5 Секунд Перезарядка Ну конечно Если я буду стрелять Опять Тоже не успел Заметить Как быстро Разредились Боеприпасы Первая Попала В щит Вторая Уже Вот Так Это у нас Пришел Тут в гости Эггис Я не пробиваю А вот Вот этот Не помню Что там За Пробиваю Я Я Я Я Я Я Я Я Все Сделаю Давай Дорогуша Иди И Закрой Дверь Я Занясь Так И Блин Как вообще Посмотреть Как 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 Увеличивается До 200% Каждые патроны Увеличиваются Обалдеть То есть 200 патронов То есть Это надо Выживать Стоять Да Только тогда У тебя будет Что там 200% Урона Это Блин Не Убили Конечно Даже Тут Ребята Тестят Херпи Когда Надо Тестировать Совсем Другое Оружие Но Ребятам Надо Поиграть На Херпи Так А я Сейчас Бах И Вот Они Четыре Пушки С виду Похоже На Тараны Согласитесь Только Они 600 Метровые С виду Да Похоже На Тараны Отлично Можно Кто Запрещал Вот Как-то Так Четыре Пушки Пожалуйста Вот Для Донатера Можно Пользоваться Да Пожалуйста Вам Трипликил Если Вам Какая Это Угроза Взлетели Щит Кончился Сели Подождали Перезарядку Но Опять же Как Это Оружие Пробивает Сопротивление Интересно Да Титан У меня Зарядился Но Время Есть Постреляем Еще Этим Оружием Все время Ждешь Какой-то Продолжительные Выстрелы Вот Сейчас Титан Попробуем Пострелять По Титану У Титана Щит Да Нифига Что-то Незаметно Никакого Урона Поле Это Меня Глючит Обратили На Мне Внимание И Все И Мне Крышка Ну Разумеется Сейчас Мы Берем Титана Кида Включаем Вот Такой Красивый Щит Нет Не Вижу Я Никакого Щита Иди Отсюда Я Занят Ты Понимаешь Так И Что Я Не Вижу Никакого Вокруг Себя Пояса В плане Того Что Я Кому-то Наношу Урон А Вот Сейчас Все Включил Ох Ё Мое Это Что Такое Ребята Ох Нифига Себе Это Что Такое Сейчас Бросим Так И удар По Противнику И еще И лечение Вот это Новый Робот Ребята Новый Новый Корабль Обалдеть Да Уйди Отсюда Короче Наносит Все Все Три Противника Которые Тут Стояли По Ним Будет Вестись Урон Чувствуете Да По Всем Прямо С Этого Оружия Да Ё Я думаю Чу Меня А Тут Дебилы Короче За Мои Задницы Столпились Посмотрите По Всем Роботам Идет Огонь Видите Просто Просто Жуть Короче Колоссальная Парень Понял Надо Валить Вот Я Не знаю Там В стену Пушки Даже В стену Стреляют Возьмем Автоприцел И все Равно Раздваиваются То есть Пока По Два Выстрела Обалдеть Ну Оружие Ну Слава Яйцам Что Оно Привой Наводкой Бьет Сейчас Используем Новый Санлайт Или как Он Называется Что То Использовали Подключились Щит Быстро Моментально Зарядили Корабль От От Этого Оружия Моментально Зарядился Корабль Сейчас Идет Дозарядка То есть Можно Стрелять Ах Нет Чуть За Оружие Это Такое Ёкарный Бабай Это Же ужас Какой-то Вот Сейчас Вообще Прям Видно Эффект Лечения Просто Очень Много Штучек Вот Этих Полосок Когда Вот Я Буквально Недавно Тут Ругался По Этому Поводу Что Не Видно Вот Смотрите Как Видно Что Этот Лечил Я Буквально Вчера Наверное На стриме Ругался В плане Того Что Не Видно Лечит Тебя Или Калечит Луч От Роботов Сражений И Даже Ребята Согласились По Этому Поводу Что Действительно Проблема Существует Непонятно Какой Сейчас По Тебе Бьет Титан И Так Далее В общем Нанес Я 2 Миллиона Урона Награда У нас Вот Такие 2 Миллиона Урон И Вообще Не Значит Чего Я Нанес Но Кид Я Поторопился Давайте Поменяем Кида Уже Более Такое Знаете Интересное То Что Видно То Что Видно Потому Что Снизу Мне Ничего Не Видно Я По Сути Что Сделаю Сейчас Я Возьму Кида И Сменю Титана На Ауминго Тот Который Летает Летает И Уже На Науминги Поставлю Эти Орудия Пантагруэл Напоминаю Ребята Пантагруэл В магазинах Его Можно Купить Но Это На Тет Сервере В боевом Сервере Вам Надо Будет Его Стараться Выбивать Да Когда Он Еще Появится Я Не Знаю И Гаргантуа Блин Так Давайте Пантагруэл Гаргантуа И Готово Ити В бой Сейчас Будем Заряжать Заряжать Титана И Пойдем Крошить Сверху Смотреть Как Все Будет Выглядеть Именно Сверху Ну Давайте Скорпиончика Выгуляем С этим Новым Ботом С Новым Дроном Ну Дрона По сути Пока Еще Не Видно Чем Он Как Он Добавляет Сопротивление По Урону Там По Захвату Маяка Блять Вот Сейчас Если Нас Пропустят Мы Попробуем Сейчас Захватить Маяк И Посмотреть Дадут Ли Нам Какое Сопротивление В Левом Меню Вот Здесь В Левом Меню Дали Сопротивление Опять же Я не знаю Какое оно Временное Или нет Но Мне Его Дали Количество Сопротивления Мне Не Указали Но Тип Мне Его Дали Сейчас Буду Смотреть Написано Плюс 2 2 Написано 2 В общем На каком Вооружении Я не понял Судя по всему На каких То Ракетах Да Потому Что Сам Щит Не Пробивал То Все Титана Мы Еще Пока Не Зарядили Но На Фафнере Хочется Взлететь Опять же Занять Какую То Позицию 600 Метров Моя мечта Ребята Это Моя мечта Да Тараны 600 Метровые На Равану Тараны Да Ребят Не надо 350 Метров Интересный Робот Фафнир Да Сначала Разработчики Его Сделали Королем Неба Потом Швырнули Его На Землю Быстро Разряжается Даже Не Успеваешь По Привычке Думаешь Тараны Будут Долго Стрелять А Они Быстро Моментально Разряжается Блин Он Постоянно В кадр Влезет В какой Нибудь Утырок И Все Помешает Хотел Засечь Какой Дополнительный Урон Там Идет Там Написано Каждый Повышает Блин Этого Сейчас Убью Он Постоянно Включается Щит У него Меня Кто-то Сжег Но Титан Заряжен И вот Сейчас Мы будем Взлетать Активируя Все Четыре Пушки Шестьсот Метров Нет Пятьсот Вроде Метров Да Они На Пятьсот Метров Ребята О Блин Посмотрите Ну это Просто Жесть Идет Дозарядка Моментально Щит Просто Моментально Щит Зарядил О Опять Зарядился Щит Смотрите Как быстро Заряжается А он Постоянно Работает Это Бак Какой-то Японский Город А 0% Смотрите 0% Сейчас Попробуем Зарядил Смотрите Орбитальный Удар Накопился Буквально За секунду Это Наверное Какой-то Бак Да То есть По двум Сейчас Роботом Стреляет Я Обалдею Думаю Надо Поставить Какую-то Кнопку Сюда На Shift Нет T TX Нет Не знаю Пробел Что ли Нет Давайте Q Наверное Нет E Да E Давайте E Поставим Будем Лечиться Вылечился Моментально Посмотрите 327 тысяч КП То есть Расстояние 500 метров Ага Интересно Сколько мне сейчас Добавят ХП Когда я Использую Этот Орбитальный Удар 161 тысяч Стало Ни хера Опять Опять 161 тысяч Сейчас До миллиона Себе доведу Вообще Обалдеть Миллион 130 тысяч Считал У меня Куда Даже Разработчики Без Без Багов Да Ребят Так Можно Ходить Всех Нагибай Давайте Кого Подлечить Ребят Орбиталка Работает На ура Вообще Просто На ура Обалдеть Да Тест Тест Север Ребята Заходите Рулит Вообще Обалдеть Я Обалдею Ребята Серьезно В общем На две цели Размножаются Выстрелы На две Но я не видел Три пока цели Перед собой Блин Ну Это Вообще Жесть Просто По двоим Роботам Ну Тут Кое себе Надо Еще Иметь Два Робота Чтобы Они Были Один Чтобы Они Двое Были На Вильду Прям Да Ну Это Врываться В толпу До Два Титана По Двум Титанам Мочить Ну Хрен Он Знает Ну Тут Не Написано По Каким Целям Он Наносит Урон Прям Вообще Реально Сколько Сверх Тяжелый Магнитный Рыжай Урон Нескольким Врагам Перед Собой Вот Тут Сколько До Скольки Врагов Он Наносит Урон Перед Собой Мне Интересно Очень Даже Интересно Стало Потому Что Ребята Спрашивают Что Мне Выпало За 600 Монет Мне Выпала Пушка Какая Кривомет Легкий Вроде Б Или Какой То Там Так По Сути Давайте Сейчас Интересно Будет Ли От Этих Пушек Такой Эффект Накопления Медленно Медленно Двигается К Своей Цель Робот Летчик Когда Он Был Истребителем Сейчас Он Больше Похож На Бомбардировщика Которого Легко Убить Нет Этими Пушками Очень Медленно Захватывается Цель Ну То 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 Орбиталка Заряжается Очень Медленно Заряжается Орбиталка А Нам Надо В Принципе Сейчас Бегемота Использовать Наверное Для наших Целей Пострелять По Противнику Но Вот Кто Выйдет Интересно На возвышенность Надо Подняться Чтобы Пострелять 600 метров Не путайте У Титана 500 метров Болые Вот Сейчас Паривинант Убью Не знаю Как Можно Судить Прошел Урон Или не Прошел Сколько Прошло когда там толпа целая быстро перезаряжаются пушки маленький боекомплект не знаю но возможно разработчики повысят ему урон чтобы продавать это оружие кажут смотрите хорошее оружие есть покупайте и она будет убивать народ за три выстрела будет 200 300 тысяч урона носить но по сути вот мои тараны они наносят урона 300 тысяч за всю обойму круто парень даже обернулся посмотреть не обернулся ли я посмотреть не обернулся ли он да блин никнейм братуха притягивает и там до сих пор не зарядился а нам уже дают пиздюлей ну чтож сейчас у нас титан зарядился и будем смотреть да будем заряжать на щит каждую секунду то есть миллионы миллионы щита новые орудия не так работают они лечат всех и все постоянно я из-за такой кучи малый просто блин даже не вижу как кто по мне в долбит то есть по кому я долблю понимать и трудно меня убить я я прекрасно понимаю вот ударами я их точно закидываю двоих многомиллионный урон у меня получится чувствую надо пятиться к своему и лечить прям вот это использование бага ребят что-то мне даже ноги повредили похоже бой закончился нифига не мог протестировать ну и в принципе в жопу уже час наверное играем тестим думаю что все рассказал ребята сейчас посмотрю еще что-то написано в группе вр тестовое подразделение расписание новый модуль и новые титановое оружие и так далее форма обратной связи ну что ж миллион девятьсот я там наличил настрелял вот таково тест сервер интересный боевой режим в общем новый боевой режим интересный просто вообще жду не дождусь когда он будет доработан до конца и можно будет играть на нем боевом сервере я думаю тут еще много доработок потому что тут наверное не одному играть надо будет то нескольким это временный режим который ты можешь использовать специально подобранный ангар может быть они будут появляться как стычки тоже временно написано временное написано в принципе также еще ребята вы можете зайти в форму если вы на тест сервере можете найти форму ответить на вопросы но я на все вопросы так тут на видеоролике отвечаю так что моя писанина им там нафиг не нужно вот но по сути что я могу сказать вот эти вот оружие новые на роботов они интересные до тяжелые титаны очень интересное оружие вопрос только стоит в том что как они будут убивать быстро или медленно если они будут убивать робота с одного выстрела ну там еще понимаете там еще урон будет проходить у людей будет включаться absorber как будет тут второе 1 2 залп еще может пройти у робота у третий залп может в робота не пройти потому что там уже можно включаться absorber да у тебя или у товарища и в тебя это уже не попадет третье надо будет ждать 5 секунд перезарядку другой страны это дальнобой наружу 600 метров или методы да это нормально потому что 500 метров это уже мало 600 это уже самое то и думаю что для 600 метров его нужно балансировать на самом деле это оружие нужно давать профессионалам на боевом сервере и там уже калибровать я думаю на боевом сервере нужно его калибровать не тем идиотом которые там мы замыленные глаза у них до который любят нагибать убивать и так далее да они будут говорить вау какое веселое классное оружие убиваю 30 роботов за бой ребят таким идиотом давать на тест ничего нельзя это идиоты но профессиональные а те вот которые более-менее соображают что такое просто пипи перехлестнула или не перехлестнула урон добавить надо ли уменьшить вот тем людям надо давать над на моего сервер тестится там уже подкручивать ему дамаг но сам выстрел перезарядка мне нравится внешность мне не очень нравится я думаю что легкое оружие оно должно быть снаряд как сейчас средняя побольше а тяжелое оружие должно стрелять еще крупнее ну чем отличается ребята смотрите например здесь у нас имеется два луча да вот а здесь у нас имеется один луч один легкий и один луч а здесь 32 луча до среднем у нас тоже два луча но они вертикальные посмотрите здесь например маленький луч потому что один стреляет здесь вот здесь например в хазардах средних уже удвоенный луч то есть он должен быть толще как минимум два раза вот а в тяжелом вооружении он должен быть по сути вообще три дырки должно быть не понимаю почему сделали две одна дырка две дырки три дырки это я понимаю вот почему две дырки но может быть отверстие выходное больше по сути да так что думаю что надо увеличить в три раза до чисто визуальный эффект моя точка зрения но так будем наблюдать будет она может может ему добавят какую-лиц способность к пробитию и тогда это уже будет интересно вот фиг его знает что там разработчики еще придумать могут но могут по поводу дрона там все понятно по поводу трон есть дрон да то есть для он будет для титанов дрон титана еще будут сильнее уже понятно это уже сказал по поводу панта панта гуэля и гаргантуа по поводу этих вот стволов все могу сказать это очередная имба но расстояние 500 метров это конечно ребята чуть-чуть не канает против лучей лучи бьют на 600 метров вот эти вот гаргантуа и панта гуэль они бьют на 500 метров так что не знаю ребята надо сначала наверное чтобы люди напокупали лазеры лучи вот эти на титанов поиграли на них до прокачали заплатит а потом но это как по хитрости пиксониковской потом надо их понерфить понерфить надо вывести их из строя а потом уже вводить панту гуэль и гаргантуа которые уже заменят эти лазеры по сути надо по уму делать так чтобы деньги зарабатывать как сделать разработчики ну конечно же им виднее чтобы народ не слишком так давайте панту гуэля введем а потом через месяц понерфим лучи возможно так они сделают лазеры понерфят панту гуэль оставят два варианта событий но чуть так вот интересное орудие опять же замысел интересный по нескольким роботам стреляет но как потому что здесь как бы ну всего одна дырка как он может с одной дырки стрелять по двум роботам это конечно непонятно другой стороны я бы наверно понял бы что такое эффект молнии если бы это оружие было бы как эффект молнии то было бы как-то более-менее понятно например выстреливает одним большим залпом вот а потом разделяется этот залп на те роботы которые доступны и хуярит в них то есть по сути даже если вот мы заметили стреляют здания да по сути на открытой поверхности роботом блин ну если некуда спрятаться это орудие прям вообще вам не горюй да зайдет там в городских условиях это орудие она будет практически бесполезно опять же мало кто будет его прокачивать взвода точно наверно на них стрелять не будут легче на лучах бегать ну ребят я не знаю тут тоже орудия ввели зарабатывают заработать ли на них деньги разрабы я не знаю но по сути если эффект молнии был бы то был бы до 1 луч потом раздвоение на 2 цели а тут как-то сразу с двух раз стреляет а мне даже кто-то бросил вызов давайте попробуем спросить чего начал человек человек чуть чему нахрен надо привет еще надо а шут рыба о блин по-английски еще не это вообще молодец сразу в игре пошел в офе а жопа не слипнется а в бой задах какой бой не со самбо благо здесь я имею свою голос свой голос да привет что треба пишу ответит нет не знаю но покидаем раз говорю разговаривать не хотят ну что ж в принципе все на этом ты закончен думаю разобрал этот сервер досконально насколько я могу насколько у меня есть информация потому что абсолютно без информации делать вот такие вот обзоры это чревато допущением каких-то ошибок недосказыванием и так далее да но вот та информация которая у нас предоставлена здесь я ее ребята вам показал озвучил надеюсь я вам понравится тогда ну прожимайте лайк вот поддержите братуху просмотром рекламой а вот где или быть кому-нибудь в группах размещать ну и конечно же если у кого чего где донатом все ссылки находятся ребята в описании вот сегодня я хотел бы показать вернее вчера нет час к сожалению не покажу да алексей москва буа 200 рублей вчера перевел но это наверно после того как я уже спать пошел то есть я к сожалению стрим закончился никто этого не увидел хотел сейчас показать но нет такой возможности хотя почему есть поставил на паузу сейчас подключил и конечно же вот алексей мама спасибо за твой труд братуха спасибо спасибо алексею москва даже не серёга алексей москва да вау спасибо большое алексей москва ну как как по-другому ребята я могу еще отблагодарить только на вот таком видеоролике да ну и в принципе все оставлю эту функцию здесь на записи мало ли кто-то когда-то задонатит когда я буду снимать видеоролик тогда вы попадете в видеоролик ну что ж в принципе все ребята с вами был братуха подписывайтесь на мой канал и так далее пока пока удачи